Просто все плывут. Какой смысл сюда ехать? Посмотрите, как кораблики. Улицы в Северном, словно озеро. Автомобили по глубоким огромным лужам не едут, а практически плывут. Волны скрывают даже внедорожники, чего уж говорить про легковушки. И так почти в каждом районе. Всего за несколько часов в Красноярске выпала месячная норма осадков. Хватило каких-то 40 минут, чтобы город ушел под воду. Они все камни. Смотри, как размыло, аху, и все. Жесть. Это одно из страшнейших последствий стихии. На улице 2-я Брянская сошел оползень. Посмотрите, буквально разрушился асфальт, и вся эта земля повалила на дорогу. В момент обрушения там стоял автомобиль, который пришлось вызволять с помощью сотрудников ГИБДД и коммунальных служб. Вот я сейчас стою, мне страшно здесь находиться. Я уверена, что если подойти ближе, не буду этого делать, можно легко провалиться. Грунт вымыло и в районе 4-го моста. Здесь обошлось без пострадавших. А это уже дорога в Березовку. Проезд здесь оказался полностью заблокирован. Березовский район. Вот машины. И таких происшествий по городу сотни. В районе Копылова целая выставка номеров, которые автовладельцы теряли в воде. Как произошло это, что потеряли номер? Ну как? Потому что вот ямы, вы видите, какие гигантские. Просто провалились. Я вспомнила, что вот здесь вчера провалилось. Тонули и автобусы, и велосипедисты. Многих стихия застала врасплох. Товарищи образцовцы, у кого форт тонет. Затопленными оказались магазины, кинотеатры и подземные переходы. Горожанам пришлось ходить по щиколотку в воде. Досталось и многоэтажкам. Во многих протекли крыши. Сотни домов по всему городу на несколько часов остались без электричества. В некоторых зданиях света нет до сих пор. На ликвидацию последствий потопа власти вывели всю технику. Привлекли даже частные фирмы. К обеду с городских улиц откачали 4,5 тысячи тонн воды. И это без учета колодцев, куда стекло еще 58 тысяч километров и принесло 10 тонн мусора. И, судя по всему, это еще не окончательные цифры. Елена Сенкевич, Алексей Гусев, Енисей. Новости.